Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. В понедельник, 24 июня, на планерном совещании «Тон новой недели» задал мэр Анапа Сергей Сергеев и призвал руководителей начальников городских управлений доказывать свою значимость делом. Вопрос прохода по улице Приморской в Суко на планерке решили окончательно. Сергей Сергеев распорядился дорогу открыть и разрешить местным жителям пользоваться пляжем. Анапа – курорт всероссийского значения. Не первый год доказывает – готов претендовать на звание лучшего города-курорта. Маранапа Сергей Сергеев уверенно идет к поставленной цели и добивается полного порядка. Правила просты – все, что разрешено по закону, не запрещается. Межведомственные комиссии активно работали на этой неделе, проверяли, как анапчане выполняют правила и требования закона. Экскурсионные павильоны, парки, зоны отдыха и пляжи. Порядок на улицах города и на дорогах под особым контролем. На центральный пляж Анапы привезли новое оборудование – специальное кресло для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2009 году Анапа стала первым на Черноморском побережье городом без барьерной среды. Программу по социальной адаптации инвалидов продолжают реализовывать. Улица Горького стала сладкой на 10 дней. В Анапу привезли мобильную ярмарку меда. Более 30 пчеловодов выставили на ежегодном фестивале мед, пергу, маточное молочко, прополис и другие полезные продукты пчеловодства. Часть улицы Горького превратилась в медовый город. География, история культуры и творчество юных талантов. Более тысячи участников приехали в Анапу поучаствовать в традиционном фестивале «Синеокая Анапа». Торжественное открытие прошло в городском театре. Самый яркий и радостный день в году, 12-й день рождения, отметила медиагруппа «Анапа», известная как телерадиокомпания «Анапа-регион» и радио «Европа-плюс». 12 лет мы объективно освещаем все события города и района, подаем телезрителям проверенную информацию каждый день и ведем прямые трансляции праздников. Самый главный праздник юности и молодости прошел во вторник, 25 июня. По традиции, выпускной бал в Анапе выпускники всех школ отмечают вместе. На двух концертных площадках города, на театральной площади и в зале летней эстрады. Золотую молодежь, 32 золотых и 37 серебряных медалистов наградил «Маранапа» Сергей Сергеев. И спортивные новости города-курорта. В акватории Малой бухты проходит 19-й чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде. На церемонию награждения прибыл четырехкратный олимпийский чемпион, председатель Федерации по плаванию Владимир Сальников. Торжественное открытие прошло 23 июня. Итоги первенства подведут 30 июня. Это был краткий обзор. Главные события недели смотрите сегодня. Все, что надо знать о пенсии и о том, как изменится система начисления трудовых и социальных пенсий. Безбарьерная среда и выход в открытое море. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогли воплотить мечты о море. Благодаря единственной в России организации по парадайвингу. Врага надо знать в лицо, чтобы избежать встречи с ним. В случае вируса менингита в Анапе не зарегистрированы. Врачи напоминают правила профилактики. В Анапе открылся новый клуб современных видов спорта. Открытие прошло Международный день борьбы с наркоманией и накануне Дня молодежи. И сейчас обо всем подробнее. Что такое хорошо и что такое плохо. Не все напчане поняли принцип новой власти девиз мэра Анапы Сергея Сергеева. Закон один для всех. Мы рассказывали о сносе кафе Маркиза на углу улиц Красноармейска и Горького. Напомним, здание построили с выступом на территорию автовокзала. Администрация города-курорта отменила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Анапский городской суд вынес решение снести. Но несмотря на кардинальное решение, кафе пытается возвратиться, как птица Феникс. Не имея на руках документов на возведение нового кафе, на том же участке собственник территории постепенно завозит щебень и песок. Начали заливать фундамент. Специалисты управления муниципального контроля срочно выехали на объект, чтобы предотвратить беззаконие. Срок действия разрешения закончился в 2012 году. Земельный участок предоставлен в аренду физическому лицу сроком до 2013 года. Производство строительно-монтажных работ прекращено. В отличие от птицы Феникс, восставшие из пепла, этому объекту возродиться из руин не удастся. Министерство труда и социальной защиты России разрабатывает новый порядок формирования пенсии. Специалисты уверены, так смогут убеспечить приемлемый уровень выплат. Нововведение обсуждали начальники отделения Пенсионного фонда России в городах и районах Кубани в формате видеосовещания. Какой будет трудовая пенсия, расскажет Светлана Вилова. Сегодня размер пенсии по старости зависит от объема страховых взносов, которые работодатели уплачивают за своего сотрудника в систему обязательного пенсионного страхования. При этом длительность страхового стажа практически не влияет на размер пенсии. Получается, что права россиян не соответствуют обязательствам по выплате им пенсий. Новый порядок будет введен с 1 января 2015 года. При расчете впервые вводится понятие «годовой пенсионный коэффициент», которым и будут оценивать каждый год трудовой деятельности. Он будет равен отношению зарплаты россиянина, с которой в этом году уплачивались страховые взносы. То есть, чем выше зарплата, тем выше и годовой пенсионный коэффициент. При расчете учитывается только официальная зарплата до вычета подоходного налога. К примеру, если общий страховой стаж к дате назначения трудовой пенсии более 35 лет, то по новым правилам пенсия будет назначена в повышенном размере. За каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется 1 пенсионный коэффициент. А вот за стаж 35 лет для женщин и 40 для мужчин дополнительно начисляется 5 пенсионных коэффициентов. В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж срочная служба в армии и уход за ребенком. За эти так называемые нестраховые периоды присваиваются особые коэффициенты. Таким образом, новые правила дают особые преимущества. Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем больше будет размер трудовой пенсии по старости. Светлана Алилова, Александр Креневский, Анапрегион. Проблемы незаконной миграции по-прежнему в центре внимания власти Кубани и Анапы. В режиме видеоселектора прошло очередное краевое совещание, посвященное противодействию незаконной трудовой миграции на территорию Кубани. Провел селектор министр гражданской обороны чрезвычайной ситуации региональной безопасности Краснодарского края Борис Глебов. Подробности в сюжете. Главы муниципалитетов отчитались, какие меры приняли на подведомственной территории. Новороссийск, Гулькевический район, Кавказский, Курганинский и другие. По окончанию селекторного совещания напчане обсудили, какие еще недостатки в работе надо исправить. Ранее мэр Анапы Сергей Сергеев дал поручение сформировать графики проведения миграционных совещаний с руководителями предприятий по отраслям. Специалисты и руководители Управления сельского хозяйства и торговли задачи выполнили. Остальные отрасли пока еще раздумывают. Сергей Сергеев подчеркнул, наступательную работу по борьбе с незаконной миграцией надо продолжать усиленнее. Наши граждане возмущаются, что продолжается строительство нарушения моего постановления. Вот выезжайте туда, я вам гарантию даю, что там работают доставатели. Раз они нарушают закон в части ограничения строительства, 99,9% что у них будут люди, которые незаконно находятся на территории. Причем выявляют не только на стройках. За один выход на пляжи Анапы участники межведомственной комиссии задержали 13 иностранцев, осуществлявших незаконную торговлю. Всех нелегальных мигрантов депортируют. Легче предотвратить проблему, чем устранять потом ее последствия. Что такое негласная профилактика, чтобы было понятно. Ну, вы 19 лет. Идет он, магазин подломить, у него фонка. А вы едете на УАЗике в 30 ночи, останавливаете, посмотрели паспорт. Или он сбросил там эту железяку, сфотографировали его. Он поднимает железяку у любого человека в мозгу. А что ж я буду сейчас в магазин лезть, они же запомнили. Кто я такой, мою фамилию. Нет, не пойду. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектах, где массово применяется иностранная рабочая сила, можно сообщать по телефонам горячей линии миграционного контроля. 3 0 7 21. Ночи по телефону 0 2. Справиться с общей проблемой можно только сообща. Алина Гумерова, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Продолжаем выпуск. Новость из Ростова. Вспышки менингита заставила поволноваться анапчан. Мы узнали, случай заболевания менингитом 71-го типа в Анапе не зарегистрированы. Как защитить себя и близких от возможного заражения? Правила профилактики и рекомендации врачей в сюжете. Энтеровирусы сохраняются в продуктах и на одежде от 3 до 6 месяцев. Укрепление иммунитета и закаливание. Частота санэпидрежим и личная гигиена – главные условия профилактики инфекции. Энтеровирусная инфекция вызывается группой вирусов, это вирусы эхо и коксаки, которые источником инфекции, которых является человек, либо носитель. Носитель – это человек, который не заболел еще. Основные пути передачи – это воздушно-капельная инфекция и фекально-оральный путь передачи. Через пищу, через воду в момент питья, если сырая вода. Купаться можно только в проверенных водоемах. Органы Роспотребнадзора, которые контролируют и питьевую воду, и источники водоснабжения в местах купания, и бассейны. Поэтому пока в Анапском районе у нас не регистрируются энтеровирусы. Энтеровирусная инфекция прячется за симптомами отравления или ангины, фаренгита. Есть особые специфические признаки, которые выдают энтеровирусный менингит. У взрослых и детей инфекция проявляется одинаково. Резкая головная боль, ощущение недомогания, интенсивное подъем температуры до высоких цифр, рвота. То есть похоже на отравление? На отравление похоже может быть на первый взгляд. На так ясно будет, что это интенсивная головная боль будет на первом месте. При таком наборе симптомов надо вызвать врача на дом. Самолечением заниматься бесполезно и опасно. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-регион. На таком курорте, как Анапа, должен быть дайвинг-клуб для инвалидов. Такую задачу несколько лет тому назад поставила создатель дайв-клуба «Акваглобус» Татьяна Ананьева. Клуб работает 15 лет. Настоящим праздником для пары дайвингистов стал экзамен на погружение. Принимал его президент Международной ассоциации дайверов-инвалидов. Наша съемочная группа тоже поучаствовала в экзамене. Лариса Басова продолжит. Погружением предшествуют занятия на суше. И если инвалид стремится получить сертификат дайвера, ему необходимо научиться делать самому все по максимуму. В том числе одеть гидрокостюм. Помогать инструктор имеет право только в том, что инвалид сам не может сделать. В открытое море для погружения и отработки упражнений на открытой воде вышли четыре пара дайвера со своими инструкторами и два новых инструктора, специально прибывших из Воронежа и Хантамансийска, чтобы получить сертификаты на право работать на воде и под водой с инвалидами. Этот семинар у нас второй. Первый мы проводили в 2011 году. И тоже Бранко приезжал для того, чтобы сертифицировать наших инструкторов для работы с инвалидами, специализацию, чтобы они получили. Сейчас мы растем и ширимся, сейчас из городов и весей приезжают люди для того, чтобы каким-то образом присоединиться к этому движению. Анапский дайв-клуб «Акваглобус» – единственный в России, где проходят международную сертификацию парадайверы и инструкторы по парадайвингу. Мы просто вот гордимся. И нашим инструкторам просто низкий поклон, что они такой трудный труд, потому что люди с большим сердцем только могут этим заниматься, вкладывают в этих людей, и видишь продукт уже, можно сказать, готовый, когда они готовые дайверы, такие же, как мы, и мы. Даже смотришь в воде, они же без ласт. И когда съемки подводные смотришь, даже не различишь. Вместе с парадайверами погружался Бранко Равнак, президент Международной ассоциации дайверов-инвалидов. Я очень впечатлен, хотя условия не очень хорошие сегодня, плохая видимость в воде и волнения. Ребята отныряли очень хорошо. Видно, что инструктора провели большую работу, все слажено. В общем, то, что мы на Черном море, и инвалиды ныряют, все великолепно. Из ветеранов парадайвинга погружался напчанин Никита Ванков. В апреле этого года делегация парадайверов Словении, с Бранко Равнаком во главе, и наш земляк Никита Ванков побывали в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Их интересовали нагрузки, которые выносят космонавты и чувство невесомости в воздухе по сравнению с невесомостью тела в воде. Узнав, каких результатов добился Никита с диагнозом квадроплексии, то есть паралич рук и ног, Роскосмос наградил его медалью первого космонавта Юрия Гагарина. Никита стал примером для многих мужества и целеустремленности воли к победе над собой и недугом. Сегодня мы выходили на открытую воду с новыми ребятами, которые обучаются. Делали они разные упражнения, и у них все хорошо получилось. Впечатления просто не передать. Мне настолько нравится все это, что готов хоть каждый день по несколько раз заныривать. Да, и очень многое дает мне как и социальную адаптацию, так и реабилитацию по моему здоровью. Марку Горшкову 7 лет. Его родители борются с тяжелым недугом сына – эпилепсии. Врачи с рождения поставили мальчику страшный диагноз. Из-за сложной родовой травмы развивается детский серебральный паралич. Заболевание затронуло не только мышцы, но и речевой аппарат. Мальчик не может ходить и разговаривать. Но родители Марка никогда не отчаивались. У нас никогда не было момента, что мы плакали по поводу ребенка или еще что-то. У нас всегда было счастье. Были какие-то сложности, конечно, которые приходилось преодолевать. Да, и они вызывали слезы, там и какое-то неправильное, наверное, душевное состояние. Но все эти неправильные душевные состояния в итоге будут, наверное, правильными. Благотворительная акция «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям» приходит в дома кубанских семей, которые нуждаются в материальной поддержке. У родителей Марка нет возможности купить специальную коляску для ребенка. Очень дорогостоящая. Поэтому семья Горшковых обратилась за помощью к заместителю главы Людмиле Гузенко. Было очень сложно, потому что не каждый раз мы могли пойти на прогулку, потому что смотрели, как у нас коляска вообще выдержит или не выдержит. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин откликнулся на этот призыв, и семье Горшковых выделили деньги на покупку кресла для Марка. Она поэтому и стоит, так как самолет практически. Конечно, очень-очень дорого. Нереально позволить такую самостоятельность. У нее все правильные поддержки, все правильные ремни. Сейчас на улице лето, и теперь благодаря новой коляске Марк каждый день со своим братиком Сашей могут бывать на улице, греться и загорать по теплым солнышкам и дышать морским воздухом. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. Продолжаем выпуск. Талантам надо помогать, развивать и поддерживать. В Анапе для этого есть средства, условия и грамотные педагоги. В четверг они гордились своими воспитанниками, а общую работу талантливой молодежи и их учителей высоко оценили. Торжественная церемония награждения талантов прошла в городском театре. Алина Гумерова расскажет подробно. Анапа – город молодых. На курорте проживает около 35 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Почти 8 тысяч – студенты. Самые достойные представители молодежи ежегодно удостаиваются благодарности главы города-курорта Анапа за достижения в области образования и науки, культуры и спорта общественной деятельности. За последние годы лауреатами стали более 500 юношей и девушек. Это люди, создающие молодежную политику не только в городе-курорте и городе воинской славы, но и во всем Краснодарском крае. Лучшим представителем нашей молодежи заместитель главы Людмила Гузенко вручила благодарности. Анапа – это еще и город молодежи, потому что молодежи у нас действительно много, и мы рады, что молодежь у нас талантливая, креативная, очень активная и просто брызжет различными идеями. Всех собравшихся на церемонию еще раз поздравили с праздником молодежи веселой песни и пожелали побольше творчества в работе, креативных идей и полезных знаний. По традиции в завершении мероприятия все награжденные сфотографировались вместе. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Стать заметнее, чтобы жить. На театральной площади прошел модный среди молодежи флэш-моб. Первая часть слова «флэш-моб» в переводе с английского языка «Вспышка. Мгновение». Вторая моб – толпа. Спонтанное мероприятие для зрителей. Вечер ярких вспышек на театральной площади организовали специалисты управления по делам молодежи и сотрудники ГИБДД. И прошел он скорее как профлэш. С конкретной целью – научить зрителей безопасности и пригласили гостей танцевальный коллектив. Они же – главное на праздники. Хип-хоп изначально придумали пацаны. Мужики танцевали его. А девушки потом подкатились, типа, о, мы что же танцуем? Давайте будем все танцевать. Нас предупредили буквально там за день до всего этого мероприятия. Мы сгруппировались быстренько. Намотали, намотали. Целый номер получился. Вышли. Вроде как весело. Людям понравилось. Ну, вообще, прикольные такие акции. Ребята прекрасно выступили. Мне очень понравилось. Очень активный танец. Мне понравилось то, что они использовали полицейские машины как прожекторы. Это очень интересная задумка. Полицейские машины, сирены, звуки разбитого стекла, аварии ДТП можно избежать, если стать заметнее. Всем участникам «Профлэш» раздали светоотражающие стикеры и ленты. Чтобы прогуливаясь по вечернему городу, они стали заметней. Очень понравились танцы. Дети в хорошей физической форме. Говорит о том, что они ценят здоровый образ жизни. Приятно посмотреть на молодежь. Приятно и полезно для безопасности и для сокращения статистики ДТП с участием детей и молодежи. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа-регион. А мы переходим к новостям спорта. Активисты организации «Динамо» МВД России провели финал лично командного чемпионата МВД России по преодолению полосы препятствий со стрельбой. Наша съемочная группа побывала на месте соревнований. Подробности расскажет Алина Гумерова. Финал соревнований после зонального этапа. Лучшие из лучших прибыли в Анапу, чтобы поучаствовать в чемпионате. 25 команд и 75 участников. Церемонию открытия, закрытия и спортивную часть проводили на территории учебного полигона УВД по городу-курорту Анапа. В последние пять лет руководство ГУВД по Краснодарскому краю уделяло большое внимание развитию нового служебно-прикладного вида спорта. Разработали правила проведения соревнований с учетом рекомендаций представителей сборных команд. У нас добрые традиции в России. ГУВД по Краснодарскому краю впервые стали проводить данный вид спорта, служебно-прикладной вид спорта, где приходится сотруднику полиции преодолевать препятствия и в то же время надо уметь метко стрелять. При проведении соревнований следили за тем, чтобы все участники строго соблюдали меры безопасности при обращении с оружием. Дисциплина и порядок на первом месте. По итогам чемпионата на третьем месте в общем зачете отделом ВД России по городу Анапа. Второе место у отдела МВД России по Краснодару. Победители отделом МВД России по Краснодарскому краю. Среди строевых подразделений бронзы завоевали ДПС города Краснодар, серебро – ДПС города Анапа, золотые призеры – ОМОН города Сочи. Участников наградили кубками и дипломами. Первое место – это первое место. В самом роде лучший, получается. Сами соревнования – это тоже та же самая тренировка, тоже нам на пользу всегда едет. По результатам финальных соревнований организаторы сформируют и подготовят сборную команду Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Она представит наш регион на чемпионате МВД России в городе Кемерово в конце июля. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания Ратмира в рамках Дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом и в преддверии Дня молодежи провели несколько тематических программ и открыли молодежный клуб современных видов спорта под названием «Продвижение». Клуб объединяет те современные молодежные виды направления спорта, которые малоизвестны у нас в городе. И чтобы о них было больше известно, специально сделали такой небольшой фестиваль. Фестиваль покажет гостям курорта и юным нарчанам, какие молодежные направления, движения есть в Анапе. Какими видами спорта можно заниматься, ведь по сути это альтернатива безделью и пагубным привычкам, таким как курение, алкоголизм и наркомания. На данный момент в Анапе насчитываются более 10 направлений, таких как уличные танцы, пейнтбол, стрипбол и другие. Такой фестиваль проводится впервые, но в дальнейшем станет традиционным, чтобы ребята могли выбрать неформальный клуб, который нравится, найти круг общения по интересам, показать, чему научились и получить заслуженные награды, как это было в этот день. Мы сейчас создадим актив этого клуба, то есть туда войдут в актив совет, вернее, этого клуба, будет непосредственно руководитель этих направлений. То есть мы в дальнейшем обсудим, какой нам сделать фестиваль более интересный, тем более у нас задумка сделать в сентябре фестиваль по гиревому сжонглированию, где естественно будет программа и непосредственно такие вот направления, как показательные выступления будут. И в продолжение темы здорового образа жизни. Написать пожелание, ударить позитивом по негативу, в самое яблочко и выиграть приз. Международный день борьбы с наркоманией 26 июня на театральной площади Анапчане боролись с проблемой 21 века и призывали прохожих поддержать акцию. Организаторы веселой пропаганды здорового образа жизни дарили участникам позитивные призы, пригласительные на спектакли, в кино, шоколад и сувениры, блокноты и мягкие игрушки. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров, торгового центра «Алиса» и салона магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы». У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. В субботу 29 июня в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем 26-28 градусов. Ночью до 25. Атмосферное давление 756 миллиметров штутного столба. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 22 градуса. 30 июня, воскресенье, солнечная и ясная погода. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью до 25. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров штутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова